Добрый день! Начинаем урбанистический обзор новостей. На Софийской площади устроили дрифт для съемок рекламы Red Bull. Пацаны вообще, ребята, классно! В общем, Red Bull решила устроить дрифт на Софийской площади, чтобы снять рекламу. Там еще Алена-Алена поучаствовала. И понятно, что это многим не понравилось, потому что, во-первых, дрифт это очень шумно, во-вторых, от дрифта остается куча следов от шин, и, собственно, площадь реально стала еще хуже, чем была, когда она и, в принципе, была тоже плохая. Но тут еще забавно то, что, оказывается, там Red Bull подал какие-то там запросы на то, чтобы провести эту съемку, но в итоге КМДА им разрешение не дало. Хотя при непосредственной съемке там было несколько человек полиции, было какое-никакое ограждение, но реально довольно-таки халтурное, поэтому, в принципе, какого-то полноценного оцепления там не было. Люди мимо ходили, а это все-таки опасный такой вид. Машина может, в принципе, и вылететь, и кто-то мог бы пострадать. То есть, видимо, полиция какое-то негласное согласие дала, отправили там несколько людей, но в итоге КМДА показало письмо, что вот мы как бы разрешение не дали. И вообще интересно, что подгорело у всего города, потому что, в принципе, такая хрень происходит по городу повсюду. Я жил 9 лет на проспекте Победы, там просто невозможно спать с открытыми окнами, потому что там каждую ночь эти мудаки просто там на мотоциклах, на своих каких-то драндулетах, там просто разрывают эту тишину ночную, газуют, и абсолютно невыносимо. И там вообще никаких там возмущений по этому поводу нет. И такое ведь происходит по всему городу. А тут произошло в сакральном месте, София Киевская, Софийская площадь, центр города, конечно же, у всех подгорело. Там на этом попиарились все, кто вообще только может. Там КМДА, все там, полиция возбудила дело, как так. Короче, Керхер вообще, наверное, больше всех на этом попиарился, потому что хотел Red Bull сделать рекламу, а в итоге получилась реклама Керхера, которыми потом там отмывали эту площадь. И там даже Алена-Алена поняла, что не совсем хорошо получилось. Тоже пришла немножко, пофоткалась, там помыла площадь, хотя, понятно, там один квадратный сантиметр от мыла, но зато пиар. Вообще, конечно, забавно, что это так произошло, и я думаю, что там Red Bull может как-то измениться, но им вообще по барабану на вот эти все волнения, потому что подгорела, в принципе, у них целевая аудитория. Целевая аудитория сказала, о, пацаны, вообще, ребята. Четко. Получается, вот. Красавчики, так и надо, они сами там хотят также подрифтить по всяким там пешеходным площадям. Но тут еще важный момент в том, что, в принципе, это даже такой хороший перформанс, это как современное искусство, обратить внимание на вот это место. Это классно, потому что Софийская площадь, она ужасная. Она там просто такое поле разжаренное, там нету тени, там эта хреновая плитка киевская желтая, она, кстати, красивая, но она уже ушаталась. Она там и без дрифта была в очень плохом состоянии. После дрифта, очевидно, она стала еще хуже. И, собственно, с этой площадью надо что-то делать. Там вроде как пешеходная часть, она большая. Там, в принципе, проходят всякие, опять же, такие ивенты. Особенно там сейчас последнее время елку ставят главную в Киеве. И там, в принципе, отлично, когда ярмарки. Но вот все остальное время года там на этой площади просто невозможно находиться, потому что она разжаренная. Там просто нечего делать. И в этом есть проблема. Вот мне кажется, это неплохая такая акция по обращению внимания на то, что вот да, надо как-то придумывать какие-то новые функции этой площади. Поможет провести архитектурный конкурс. И там ребята предложат свои идеи. Строительство метро в Днепре планируют закончить к концу 2024 года. А я напомню, что метро в Днепре это такой дорогой золотой чемодан без ручки, который вроде как и выбросить жалко, но и тащить тяжело. И, собственно, сейчас решили эту несчастную ветку, линию метро в Днепре, решили ее продлевать. И на самом деле это довольно-таки абсурдное решение, потому что даже посмотреть там на генплан, что вообще происходит. Происходит просто дублирование какого-то трамвайного маршрута, трамвайной линии и вырезание ее. То есть там уже существует трамвайная линия и, собственно, ее дублируют, а трамвай убирают. Это реально глупо, потому что вообще что такое метро? Это такая самая дорогая пилюля последней надежды в городе, когда у тебя уже нету никаких других возможностей там как-то улучшить трафик, увеличить проводную способность. И ты вот тогда строишь метро, потому что там тебе негде пустить просто банально трамвай, у тебя там какая-то плотная застройка и ничего-то другого ты придумать не можешь. И вот ты пускаешь такой внеуличный транспорт. А тут же широчезный бульвар, там сейчас сверху идет эта трамвайная линия, а чуваки эту трамвайную линию решают вырезать, убрать, а зато пустить метро, которое сильно дорогое. То есть это абсолютно глупое решение Днепру, очевидно, метро нафиг не нужно. Это всего лишь там город, в котором миллион населения и это одна ветка, она сейчас бестолковая. Ну продлят ее немножко больше, но будет там увеличиться пассажиропоток. Она все равно будет абсолютно неокупаемой, она там не нужна и реально лучше бы развивали трамвай, сделали бы скоростной трамвай, который просто многократно дешевле. Вы бы за те же деньги смогли бы намного больше сделать покрытие трамвайными линиями, вы бы смогли закупить соответственно поезда и была бы вообще красота. Да, можете там где-то, если есть какая-то плотная застройка, сделать эту линию трамвайную подземной, кусочек. Такое происходит на самом деле много где, там в том же Мадриде, например, такое есть. Да даже и там в наших странах тоже такой подземный трамвай существует, в Венео тоже есть подземный трамвай, и ок. Но история в том, что в Днепре нет необходимости строить метро. Единственное, что хорошее они сделали, это то, что пригласили хорошее архитектурное бюро Захи Хадид, которые спроектировали прикольные станции метро, и за счет этого, быть может, будет такой эффект Бильбао, когда ты в городе строишь какое-то крутое архитектурное сооружение, на которое едут люди смотреть, и за счет этого увеличивается какой-то бизнес, растет туризм и все такое. То есть, да, это приятно, но, в принципе, могли бы точно так же пригласить хороших архитекторов на создание чего-то более полезного, чем ненужного действительно с экономической точки зрения и транспортной тоже метрополитена. Бигусинфо сняли расследование о том, как обстоят дела с доступом к воде. А я напомню, что по закону Украины у нас береговая линия имеет защиту, и, в принципе, любой гражданин Украины должен иметь туда доступ. То есть, в зависимости от водоема, это санитарная зона, ее ширина варьируется, например, от 20 метров и до 200 метров вокруг Черного моря. А вокруг Днепра это 50 метров, то есть, береговая линия 50 метров, там должен быть такой свободный доступ, разумеется, если там нету какой-то военной базы или чего-то такого рода. То есть, во всех остальных случаях там доступ должен быть свободный. Но на практике это все знают, это все прекрасно знают. И вот Бигус снял расследование, что на практике просто происходит захват земли. Они, в принципе, прошлись по всяким там ресторанчикам, базам отдыха, где реально доступ был закрыт, где всякие жлобы, охранники прибегали и мешали туда попасть. И только когда видели камеры, они типа такие, а, ну да, да, проходите, это мы типа так, просто чтобы вы не пользовались нашими лежаками. Тут еще стоит отметить, что это они прошли, в принципе, по таким объектам, которым, в принципе, есть доступ за деньги, например. Но есть еще полно всяких там дач чиновников, даже у мэра Кличка. У него дом на берегу Киевского моря и, опять же таки, с забором до воды, что, в принципе, по закону запрещено. И полно таких, и, собственно, туда они не лезли. Но вот, к сожалению, у нас есть вот такой закон, который вроде как защищает воду, но в итоге он защищает воду от вот таких простых людей, как мы. То есть, мы с вами не можем там построить дом и получить доступ к воде. А всякие чиновники, всякие там вот олигархи, они могут это делать, и у нас доступа не будет, и мы ничего с этим сделать не будем. Мне кажется, если закон не работает, его необходимо отменять. Разумеется, там надо действительно варьировать, где может быть строительство, где не может, но, в принципе, наверное, надо как-то разрешать все-таки строительство у береговой линии, раз в итоге просто строят те, кто там ровнее других. Тут еще забавно, что вот у нас есть гидропарк, где там пешеходная зона, но в итоге поставили там какой-то шлагбаумик, и какие-то сычи просто собирают деньги за то, чтобы ты проехал в эту пешеходную зону на авто, там 50 гривен. Что, разумеется, абсурд. То есть, они, в принципе, должны были бы просто никого не пускать, пускать там машины для обслуживания. А в итоге это как бы такая VIP-парковка получается. То есть, все там нищеброды пешочком идите, если ты можешь заплатить денежку, ну, проезжай. Это грустно. А вот с чем еще я не согласен в расследовании, это то, что там есть карьер, который затопило, и там вокруг этого карьера устроили, собственно, какую-то тоже базу отдыха. То есть, потому что по факту это стало озеро. И вот, мол, как так можно, ведь это тоже санитарная зона, хотя по документам это все-таки карьер. И тут как раз есть вот эта правая коллизия. Ну, действительно, если я выкапываю у себя на участке озеро, заполняю его водой, так что это получается, что теперь там это на моей частной собственности должна быть вот эта 50- или 20-метровая санитарная зона с доступом для всех. Мне кажется, вот тут это абсолютно неправильный такой наезд, потому что, ну, если ты на своей территории там сам сделал это озеро, ну, или это был карьер, который затопило, но это все-таки твоя территория, то тут как раз-таки не должно распространяться вот это правило, потому что водоем этот как бы техногенный, неприродный. В июле водители Киева оплатили за парковку 1 миллион гривен. И сделали это 20 тысяч раз. То есть, всего лишь за целый месяц 20 тысяч раз была произведена оплата парковки. Ну, мы понимаем, что автомобилей в Киеве практически уже миллион. И когда всего лишь 20 тысяч раз за целый месяц оплачена парковка, это просто какая-то смешная цифра, потому что, ну, в день должно быть, по идее, хотя бы там 1100 оплат за паркование. А тут получается всего лишь 20 тысяч за целый месяц при миллионе автомобилей в Киеве. Ну, это просто смехотворно. То есть, содержится какой-то огромный штат этих эвакуаторов, огромный штат там парковщиков, плюс есть еще какие-то нелегальные эти сычи, которые собирают деньги. Вот там, я уверен, там оплат парковок просто намного больше, и там это все прибыльно. Ну, понятно, прибыльно. Ты просто нанимаешь чувака, даешь ему оранжевую жилетку, и он состригает бабло. Тебе не надо ни обслуживать территорию, тебе вообще не надо там землю брать в аренду. Просто городская земля, и ты там денежки рубаешь. Отличный бизнес. Сам бы хотел такой иметь. Прикольно. В Киев плывет баржа с херсонскими арбузами. А я напомню, что с 2017 года у нас появилась традиция ожидать баржу с арбузами. Тогда произошел неурожай арбузов, и до этого там все арбузы доставлялись автомобильным транспортом, там фурами, а это дорого. А самый дешевый вид транспорта, в принципе, на земле, это как раз таки водный транспорт. То есть, отправил ты эту баржу, там себестоимость самой доставки очень невысока. И за счет этого цена на арбузы как раз удалось ее снизить. То есть, тогда цены взлетели из-за неурожая, а потом из-за более дешевой доставки цену удалось немножко компенсировать. И с тех пор начали эти арбузы поставлять, собственно, в Киев баржей. И это реально прикольно. Тогда это сделал там Гройс, например, министр. Тогда у этой баржи вокруг нее была куча шуток, там даже Твиттер завелся. Это, в принципе, прикольно, но в то же время классно, что возобновили вот этот водный транспорт. На Сокарках застройщик строит новые этажи на уже заселенном ЖК. Собственно, абсолютно мудатская история. И это даже смешно. Ну, вообще убогий этот ЖК, он там максимально жлобский. И, соответственно, там застройщик максимальный жлоб, который решил подзаработать еще денежек и построить сверху над уже заселенным зданием ЖК еще несколько этажей. Но тут история, если все видят тут просто мудатство, я тут еще вижу то, что, видимо, инженеры, которые строили там изначально этот ЖК конструктора, заложили огромные запасы прочности, что позволило сделать вот эту хрень. Потому что, ну, это вообще ненормально, что ты можешь спокойно там добавить три этажа на каркас, и с ним ничего не происходит. И если он выдерживает это, я считаю, что там тех конструкторов, которые там производили, которые строили первые эти этажи, их надо вообще нафиг днать в шею и вообще запретить заниматься своим делом. Потому что именно из-за вот этих огромных запасов прочности происходит очень часто вот эта хрень. Я сам конструктор, я сам знаю, что такое бывает, потому что там конструктор закладывает какие-то огромные запасы прочности. То есть застройщик, понятно, что он перепачивает за это. И если он как-то об этом узнает, то есть оказывается, что он там оплатил фундамент, который может выдержать 20-этажку, а он строит 10-этажку, он такой, хм, так если я уже за это заплатил, значит, я туда еще херану 10 этажей. То есть вот так это на самом деле происходит. Это я вам 100% говорю. И вот как раз таки, когда ты не делаешь таких запасов, я, кстати, не делаю таких запасов, то достроить ничего нельзя. То есть приходит застройщик и такой, о, вот я типа тут строил 9 этажей, а теперь хочу 10. Ты говоришь, так нельзя, оно все упадет. А никто на то, чтобы все упало, не пойдет. То есть застройщики могут идти на любые там какие-то хрени, типа там фасады, нарушения землей, но никто не идет на то, чтобы там здание разрушилось, потому что тебя посадят. Потому что там если ты где-то что-то захватил, если ты где-то там какие-то инсоляции нарушил, это все фигня. Но если там умирают люди из-за каркаса, если дом падает, ну ты никак не откупишься, ну никак у тебя не получится от этого уйти. То есть никто на такие риски не идет, поэтому тут надо тоже понимать. И вот такие вот запасы, они очень вредны, что, собственно, мы видим. И это не единственный случай такого в Киеве, где реально из-за запасов происходит вот такая вот надстройка. В Чернобыльской зоне восстановят кафе, автостанцию и многоэтажку. На реконструкцию уже выделили 30 миллионов гривен. В принципе, развитие Чернобыльской зоны, как туристической, это, мне кажется, довольно-таки правильная вещь, потому что там сейчас большой хайп, особенно после сериала «Чернобыль». Эта зона людям интересна, интересно вообще смотреть, как живет город без людей. Понятно, что когда туда будут возвращать всякие туристические объекты, он уже не будет таким, но все равно это интересно, и это правильно, потому что почему нет, то пусть люди приезжают, смотрят, оставляют деньги. Это уникальное такое сооружение в мире, получается, уникальный такой объект, и это реально интересно, и я очень рад, что на это сейчас обратили внимание, и действительно, может быть, еще и сохранят немножко, потому что там здания, на самом деле, рано или поздно, они все обвалятся, и это будет грустно, потому что хочется сохранить, вот законсервировать какое-то такое состояние, которое там сейчас, или может быть, даже его немножко там подмарафетить, подукрепить, но чтобы вот этот город Припять, все-таки он сохранился, а не остались там от него груды руин. Киев объявил тендер на реконструкцию улицы Стеценко. Ожидаемая стоимость составляет 2,7 миллиарда гривен. Это абсолютное дно, просто вкладывание денег, непонятного что. Улица Стеценко, она в принципе и так довольно-таки не тихенькая, но там собираются, понятно, что видимо ее расширить, собираются построить две многоуровневые развязки, убрать кольцевые перекрестки, то есть там было кольцевое движение, собираются сделать или светофорные, или вообще развязки многоуровневые. И на это уже сейчас ожидается, что город потратит 2,7 миллиарда гривен, что очень много, но мы понимаем, как у нас вообще происходит с этим всем дело, когда тоже объявляется тендер, что штуляка будет стоить там 400 с чем-то миллионов гривен, а в итоге она уже стоит 2 миллиарда. Очевидно, что когда ты заявляешь 2,7 миллиарда гривен на реконструкцию улицы, то по финалу будет не 2,7 миллиарда, а все 10. И вот это очень грустно, что просто вкладываются какие-то колоссальные суммы на то, что в итоге приведет к пробке. Потому что, что в итоге они делают? Они строят на всяких окружных развязочке, они строят там на шилявке развязки, то есть там на малой окружной, вот на стаценке они хотят сделать эти развязки. В итоге получается, что все вот эти автомобили, они там с окраин, с пригорода едут в центр города. А в центре ты просто не можешь построить развязки, там негде, там плотная застройка, ты там ничего не сделаешь. Вот весь этот трафик просто как сумасшедший срывается, несется в центр, где он просто дружно становится в пробке и делает этот центр абсолютно неуютный, абсолютно там невыносимо жить из-за этого огромного трафика. Вместо того, чтобы строить действительно какие-то перехватывающие парковки, вместо того, чтобы на этой стаценка пустить какой-то трамвай, чтобы он реально там подвозил людей уже в центр. А они парковались где-то до въезда в город или там на окраине города, чтобы реально не захламлять автомобилями центр города. Абсолютно глупейший подход. Очень жалко, что на это выделяются такие огромные деньги, ведь реально 2,7 миллиарда гривен, ну это полноценная трамвайная линия как раз таки от окружной к центру можно сделать. опять же таки эти деньги могли бы помочь все-таки достроить это несчастное метро на виноградарь, которое было бы намного полезнее, которое опять же таки находится практически там. Сделайте за эти 2,7 миллиарда гривен ответвление от этой зеленой ветки, пустите опять же таки пост-эценка к окружной, к той же лавине, и это бы намного лучше разгрузило бы дороги Киева. У нас почему-то все решают транспортные проблемы с тем, чтобы разгрузить автомобильный трафик, чтобы увеличить пропускную способность, но забывают о том, что на самом деле важно не то, сколько машинок проедет там из точки А в точку В, важно, сколько людей проедет. И вот тут как раз таки вам надо провести не там 10 тысяч автомобилей, вы же не автовозы какие-то гоняете, вы же там город, он все-таки за счет людей живет. То есть вам надо провести какое-то количество людей. И вот их можно провести, да, как создать какие-то широчезные дороги с развязками, действительно это работает, там тоже может проехать много людей. Или же ты просто создаешь узенькую какую-то трамвайную колю, которая провозит то же количество людей и даже больше, потому что один трамвай, там одна трамвайная линия в час может спокойно проведить 20 тысяч человек, а одна автомобильная полоса там при хороших раскладах провозит тысячу человек в час. То есть разница в 20 раз, но капиталовложения гораздо меньше нужны на трамвай. И вот это как раз таки то, что должен был делать город. К сожалению, пока у нас у власти популисты, которым в принципе важно лишь бы удержаться подольше собственного этой власти, чтобы пилить деньги. Я думаю, им пофиг, на чем зарабатывать, то есть они точно так же могли бы пилить деньги на строительство метро или строительство трамвая, но просто когда ты строишь дорогу, ты получаешь поддержку от масс. Потому что, к сожалению, массы считают, что очевидно, ты строишь дорогу, значит все поедет. Это кажется все очень банально очевидно. И собственно для этого я снимаю этот блок, чтобы все больше людей понимали, что это не так, что расширение дорог не улучшает ситуацию с пробками. Оно абсолютно по-другому работает и наоборот, убивается город и пробки становятся больше. Поэтому поддержите канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, быть может, власти начнут уже строить все-таки больше общественный транспорт, будучи уже пилят на нем, чем на развязку. ЖК щекая этой недели будет ЖК Республика. Это в принципе очень популярный и у всех на слуху ЖК в Киеве. Находится он недалеко от метро Теремки, но за окружной. То есть формально можно даже сказать, что это не Киев. Но хотя к метро там довольно близко. В целом это довольно-таки неплохой жилой комплекс. Архитектура там весьма посредственная, то есть фасады эти цветные, когда ты спасаешь красочками такую себе архитектуру. Но там просто божественное благоустройство. Я считаю, что одно из лучших и в этом плане Канн надо отдать должное. Они просто задали высочезанную планку, к которой все тянутся. У них реально просто офигенное благоустройство и за счет этого они могут выставлять какие-то космические цены за казалось бы ну такие себе объекты. Там такое себе размещение и собственно цена там стартует от 1700 долларов за квадратный метр. Это реально дофига для такой локации. Но вот за счет вот этого благоустройства также за счет я думаю надежности застройщика то что ты реально можешь спокойно быть уверенным что там все достроится еще и вовремя это реально большой плюс и соответственно тут вот такая цена. Если посмотреть на этот же като тут вот можно брать параллели с Файна Таун но тут тоже огромная закрытая территория и в принципе тут же хрен с вами это уже за городом там тебе доступ особо не надо но тут абсурдность заключается в том что здесь закрытые кварталы которые могли бы быть вот этой закрытой территорией там частной какой-то собственностью а вокруг кварталов у вас была бы общественная но нет они все равно закрывают забором весь вот этот огромный свой участок то есть такое серое пятно для города причем они еще вокруг кварталов делают парковки то есть есть вот эта история у урбанистов что двор без авто вроде как это хорошо но плохо когда вот этот двор без авто он реализуется за счет общественных территорий то есть когда ты делаешь свой двор без авто с помощью того что ты просто все эти авто выносишь за периметр своего двора на территорию там жилых улиц собственно я лучше пусть ваш двор будет весь запаркован автомобилями потому что я в вашем дворе никогда не бываю а вот улица по которой я хожу вот пусть она лучше будет без авто и собственно вот тут к сожалению наоборот тут сделали двор без авто но не сделали подземный паркинг который бы могли разместить эти автомобили соответственно все эти автомобили становятся вокруг кварталов в принципе там все равно хорошее благоустройство там даже благоустроены эти парковочки что в целом неплохо но вот такой градостроительный прием не очень хорош но это все равно все за забором так что пофиг опять же главное преимущество этого ЖК это реально просто бесподобное благоустройство но что еще интересно у этого ЖК очень много фасадов первого этажа глухие это какое-то максимально странное решение кажется вы создаете просто такой город вы бы могли создать какие-то там прикольные улицы с кафе ресторанами и всем таким но вы делаете глухие эти первые этажи очень большая площадь и я думаю что это связано с наличием там рядом огромного ТРЦ который ТРЦ республика который там строится снова штыки Каном и собственно они не хотят чтобы конкурировал этот ТРЦ с ЖК и соответственно ТРЦ будет высасывать всю эту жизнь из ЖК всю торговлю чтобы там люди приезжали там делали покупки а не ходили вот тут вдоль этих улочек которые могли бы быть тихие европейские соответственно получается у нас да внутренний двор классный красивый но периметр этих кварталов он какой-то неживой там вокруг него парковка мало активных фасадов но есть реально крутые зоны благоустройства характеристики класс комфорт всего тут сейчас 16 домов этажность 7-10 и 16 вот насчет этажности реально очень круто что у них такая среднеэтажная застройка это реально большой плюс технология строительства монолитно-каркасная стены газоблок и вот тут есть конечно большой такой минус все-таки газоблок по шуму не очень хороший и опять же таки тут еще нужно отметить что сдают без отделки то есть там даже штукатурки нету и это опять же таки при высокой стоимости квадратного метра в принципе от застройщика вам надо еще понимать что вам за ремонт придется немножко больше вложиться денег чем там стандартно отопление тут централизованное высота потоков 2,7 это стандартно на 10 домов тут 3044 квартиры территория закрыта от авто и посторонних и стоянки тут собственно вот это наземное вокруг кварталов и еще планируется строительство паркингов открытых многоуровневых что конечно хорошо что строят паркинги но было бы круто конечно чтобы они создавали подземные но надо понимать что это сильно дороже хотя при такой цене продажи могли бы спокойно мне кажется строить хотя бы один уровень подземного паркинга и я думаю что людям было бы удобно ты такое покупаешь довольно таки дорогое жилье и ты как батя садишься в лифт там в трусах и тапках спускаешься в паркинг где тебя ждет твоя машина ты там просто в халате садишься в машину и едешь себе куда-то так получается тебе надо все равно выходить из дома это как-то не лакшери при такой цене планировки вот планировки тут я считаю реально классные то есть реально очень много квартир которые я бы просто купил и ничего не делал ну понятно там ремонт надо делать но в целом не надо никакого демонтажа не надо какого-то дополнительного монтажа реально во-первых большой выбор во-вторых очень неплохо все продумано также хочу отметить то что тут все эти там конструкции монолитные которые нельзя там штробить то есть несущие они спрятаны в стены то есть ничего у тебя не выпирает это тоже большой плюс это очень круто это такая работа архитекторов инженеров за что реально хочется сказать спасибо также тут спрятаны вент-каналы они нигде у вас не выпирают это тоже очень круто и что еще классно вот я вижу по их размещению они еще обложены кирпичом то есть они не выпирают они где-то там в мопах прячутся и еще обложены кирпичом то есть ты в эти стеночки можешь еще что-то там сверлить чтобы повесить там какие-то шкафчики все такое это реально вот планировки тут одни из лучших из негатива мне не нравятся корзинки на фасадах для кондиционеров понятно что лучше чтобы как-то кондиционер завуалировать но вообще я не считаю что корзинка на фасаде как-то украшает фасад но тут в принципе так сильно они какие-то темненькие и в целом издалека даже не сильно видно также из плюсов стоит отметить окна в пол их тут достаточно много хотя из минусов очень много окон каких-то супер узких но опять же таки выбор большой и я понимаю что есть люди которые любят как можно там больше занавеситься закрыться чтобы там никакого света не попадало и наверное для таких людей отлично когда у тебя окошко такое что ты там из лука из него как из байницы фигану и закрылся быстренько вот такие тоже есть для меня это странные квартиры с такими окнами но что же поделать документы с документами тут все нормально тут соответствует целевое назначение для жилой застройки в целом тут никаких там проблем нету судовых дел тоже нету так что я думаю тут можно быть спокойным и тем более застройщик довольно таки надежный хотя как раз таки с республикой у них была довольно длинная заморозка мы знаем что этот комплекс там собирались строить еще чуть ли не 10 лет назад и там после того как началась война он заморозился вместе с Терцой и вот сейчас возобновился и там уже часть сдали и в принципе сейчас я думаю опять же таки если ничего там в стране не произойдет там будет все нормально ход строительства в целом строят вот на данный момент бодренько если не учитывать ту большую паузу то сейчас сдается я так понимаю все можно сказать даже практически вовремя сертификаты готовности водоэксплуатацию им уже там выдаются на несколько домов то есть уже несколько кварталов сдано причем что интересно тут даже переносят сроки из позже на более ранний то есть оказывается строят быстрее и это тоже плюс то есть человек который там живет на какой-то арендной квартире ему реально необходимо рассчитывать что вот ты там финансируешь покупку собственной квартире чтобы там туда переехать ты что-то планируешь и очень неприкольно когда сроки переносятся там на год позже потому что ты теряешь деньги потому что ты там каждый месяц отдаешь 500 долларов чтобы жить в этой аренде а получается тебе еще целый год необходимо будет платить за эту аренду понятно что ты теряешь финансово и вот тут для себя покупать очень хорошо потому что ты можешь прогнозировать нормально и то что даже вот чуть-чуть раньше сдают то есть ты можешь раньше начать ремонт это прикольно что в целом в целом я думаю что тут однозначно можно себе спокойно покупать жилье тут будет комфортно жить да тут есть какие-то нюансы опять же такие в плане там этих же стен газоблок ну ты шумочку можешь себе сделать тут офигеннейшее благоустройство ну вот с точки зрения того отношения к городу где ты закрываешь эту всю территорию это не прикольно но вам какое дело вы же тут будете жить да это наверное из главных минусов это все-таки стоимость она тут довольно высокая но понятно за что ты платишь ты платишь за надежность ты платишь за классное благоустройство за которое по-моему надо нехило еще платить потом за обслуживание но это вам скажут по-моему сейчас там 22 гривны я слышал напишите в комментариях кто знает точно например я в Липинке плачу 12 гривен за собственную территорию которая тут сильно проигрывает республике и еще мне приходится платить 400 гривен в месяц отдельно за охрану кстати напишите сколько вы платите если вы живете в таких ЖК там за коммуналку за там еще что-то какие у вас расходы очень интересно в общем однозначно хотите покупать покупайте там надежно есть минусы но они везде есть в Киеве сделали левоповоротные карманы для велосипедистов в общем это такие места перед переклестками перед светофорами где велосипедисты могут встать чтобы повернуть налево то есть например у тебя есть велодорожка которая идет справа и соответственно слева от тебя движется автомобиль и чтобы повернуть налево ты получается подрезаешь автомобиль хотя в принципе там у него как бы помеха справа но это реально опасно и поэтому чтобы такого не было велосипедист размещается перед авто то есть есть такая зона и это широко используется в Европе где велосипедисты могут себе спокойненько встать перед авто и соответственно повернуть и тем самым будет более безопасно хотя я не сомневаюсь что у некоторых автомобилистов будет подгорать а как так я хочу со светофора такой жу-жу и рвануть первый а тут будут всякие велосипедисты передо мной стоять и я должен ждать пока они там будут крутить свои педальки чтобы повернуть налево хотя я уверен что в принципе велосипедисты как раз с начальной скоростью велосипеда очень довольно таки неплохая если ты действительно не хочешь там какие-то рекорды по разгону до сотни бит на своем авто то они тебе не будут никаких неудобств составлять потому что в Европе это широко используется такое решение для поворотов налево чтобы велосипедисты могли собственно стартовать с этой площадки и поэтому я думаю что у нас тоже к этому привыкнут и надеюсь что вот эта велоинфраструктура и такие решения будут масштабироваться пока это в центре пока это в принципе в тех местах где это и не сильно нужно потому что в центре в принципе более-менее можно безопасно передвигаться и там в потоке автомобилей а вот где опасно это на всяких скоростных таких магистралей где действительно требуется нормальная велоинфраструктура физически отделенные велодорожки от проезжей части и от тротуаров чтобы могли там ездить и всякие самокатчики моноколесники и велосипедисты конечно же в Ивана Франковске показали новый фасад отеля Бандерштадт с сигзагом который напоминает символику СС и это на самом деле настоящий позор потому что это не какой-то там больной фанатик частный себе построил отель и сделал там эту символику СС которая очевидно просматривается а этот отель принадлежит городу собственно это за деньги налогоплательщиков делается реконструкция делается этот ремонт и это мэр Ивана Франковска Руслан Марцинкев публикует собственно этот рендер отеля Бандерштадт который раньше вообще назывался Прикарпатья и собственно никакой там архитектурной какой-то ценности никакой красоты в этом нету это очевидно просто какая-то пропаганда это очевидно просто какая-то больная фантазия видимо этого мэра и всем нормальным людям тут все ясно и просматривается символика СС которая вообще осуждена там всем миром комиссия ООН по правам человека вообще осуждает любые прославления там войск СС символики и всего такого потому что войска СС они совершили очень много преступлений над человечеством это то что всеми осуждается и это реально стыдно когда это делается там какими-то органами власти вот такое вот прославление то есть окей если вы там задумали какую-то концепцию с какой-то немецкой вот этой символикой я не знаю уже используйте хотя бы символику вермахта которая хотя бы не осуждается вообще очень странная эта концепция реально по-моему ничего хорошего от оккупации третьим рейхом Украины тут не было и почему вдруг власти города решили это все прославлять почему решили еще прославлять символику СС мне не ясно и это очевидно стыдно я не могу представить чтобы в какой-то там европейской стране власти такое могли сделать и чтобы им это просто так сошло с рук то есть я уверен что они бы лишили своих должностей и плюс там на них еще кучу дел пооткрывали за вот это прославление реально войск которые просто совершали преступления над человечеством причем на твоей земле над твоими же там согражданами часть из которых до сих пор это помнят там истребили огромное число людей спросите у поляков хотя бы что там происходило раз у вас на Прикарпатии вам кажется ничего страшного не было во Львове появилось 700 пустых афиш на них горожане могут написать что им не нравится в городе ну я бы прежде всего написал что мне не нравятся эти афиши и вообще какой-то рекламный мусор в городе и почему собственно от города тоже вот эти афиши появляются ну слава богу там есть еще электронная версия то есть кто не хочет писать может электронно это все сделать но в целом любое захламление города я считаю неприкольным на Подольско-Воскресенском мосту уже демонтировали временные опоры я напомню что Подольско-Воскресенский мост Кличко обещает открыть к концу уже этого года но может что-то и откроет там какой-то съезд очевидно он будет неполноценный тем более там не будет метро то есть там не будет какого-то нормального общественного транспорта сейчас это вообще просто бесполезная гирлянда которая еще и уже не работает то есть подсветили неработающий мост это просто какой-то позор потратили кучу миллионов гривен на просто подсветку какого-то неработающего сооружения вместо того чтобы реально потратить деньги на что-то более полезное ну понятно что пиара превыше всего и собственно открытие автомобильного сообщения на этом мосту без общественного транспорта это абсолютно такое же вредительство как и тоже там строительство развязок на Стеценко это опять же таки перенаправление автомобильного потока в центр вместо того чтобы как-то центр пытаться разгрузить все у нас сводят в этот несчастный бедный центр где уже просто и встать негде ну хоть там как-то и начали эти парковочки упорядочивать и хоть работает эвакуатор и еще я напомню что очень грустно есть такая довольно серьезная ошибка в конструктивной части Подольского Воскресенского моста имеется ввиду шумовые ограждения вокруг этого моста которые ставятся какого-то хрена с наружной части таким образом там делают закладывают большие широкие тротуары два с половиной метра где в принципе может быть даже велодорожка и там на самом деле прикольно находиться то есть там довольно таки красивенько там ты такой находишься над зеленью и было бы прикольно ездить по этой велодорожке там с той же троечины но к сожалению шумовые экраны ставятся не между проезжей частью и этим тротуаром а ставятся с наружной части тротуара таким образом вы окажетесь в такой просто трубе шумовой и пылевой и разумеется этот тротуар который стоит на самом деле огромных денег он получается бесполезным посмотрите мое видео я коротенько снимал на этот счет там более подробно рассказываю за месяц после отмены бумажных талончиков в общественном транспорте Киева среднее количество оплачиваемых поездок выросло на 50 тысяч это абсолютно прекрасная новость абсолютно очевидно что так бы и было потому что многие там кондукторы продавали уже пробитые эти талончики многие просто там передавали эти талончики то есть содержался какой-то огромный штат бесполезных людей которые просто какую-то коррупцию творили то есть надо было там оплачивать им зарплаты и они еще и занимались вредительством оказывается без них просто электронными этими карточками просто на 50 тысяч вдумайтесь покупок в день увеличилось то есть ты не содержишь этот тупой штат не тратишь на них деньги и плюс у тебя еще и выручка растет на 50 тысяч в день а это при стоимости там одного билетика 8 гривен это получается в день ты получаешь на 400 тысяч гривен больше ну там окей есть при там большой покупке на 6,50 ну окей там даже плюс 300 тысяч в день что все равно неплохо для общественного транспорта при учете того что тебе не надо еще и тратить деньги на зарплату там тысячи кондукторов было до этого что тоже немаленькая сумма если с налогами брать поэтому очень здорово очень рад что наконец-то к этому пришли осталось вот еще с маршруточками разобраться и будет вообще красота президент подписал закон касательно стимулирования отрасли экологического транспорта в Украине с 1 января 2022 года начинают действовать льготы и это на самом деле прикольно и не только с точки зрения того что вы можете там без налогов пригнать себе какую-то электротачку Тесла а это еще прикольно с той точки зрения что можно опять же без этих же налогов закупать общественный транспорт который в принципе в основном электро если вы конечно не дебил который будет закупать белорусские дизельные мазы как это сделали в Киеве но вот с точки зрения нормального общественного транспорта который в основном весь электро как раз там троллейбусы трамбаи метро вот льготы и отличный повод его развивать мне единственное хочется надеяться что эти льготы должны распространяться и на внутренних производителей потому что у нас там делают те же трамвайчики электроны те же там троллейбусы и все такое поэтому было бы честно чтобы и они осваждались от уплаты этих ПДВ тогда будет как-то прикольно правительство снизило цену на электроэнергию до 1 гривны 44 копеек за киловатт с 1 октября и это касается только на потребление до 250 киловатт напоминаю что сейчас тариф 1,68 для населения и это на самом деле все полная фигня потому что у нас существует два тарифа у нас существует тариф для населения и существует тариф для предприятий и он разный и вот в этой ситуации когда существуют льготные тарифы происходит всякая коррупция потому что происходят всякие схематозы где ты там имеешь две цены и ты понятно что пытаешься любое предприятие ты стараешься там производство какое-то по вот этому гражданскому тарифу провести и собственно на этом понятно что немножко получить преимущественно другими и вот это плохо я считаю что цена должна быть одна одна для всех рыночная потому что все равно мы вот эти льготы которые есть мы все равно их платим то есть у государства нету своих денег которые оно нам щедро дает оно у нас забирает деньги а потом в виде вот этих каких-то там пониженных тарифов оно нам типа дает но нет лучше я буду получать какие-то рыночные все там зарплаты и все такое пенсии и лучше я буду платить рыночный тариф чтобы не было там двух цен за газ двух цен за бензин двух цен за свет нет пусть цена будет всегда рыночная но соответственно у тебя должна быть рыночная там зарплата и рыночная все остальное понятно что есть люди которые не способны там оплатить все по рыночным ценам и вот тут я считаю что должна быть не льготные какие-то тарифы потому что тогда нету какого-то вот этого бережливого отношения, ты тогда, у меня там бесплатный газ, бесплатный свет, бесплатная вода, я такой там все открыл, оно там течет, горит и все такое, и это плохо, нет, пусть будет цена рыночная, ну пусть ему будут там какие-то не льготы, а доплаты, субсидии и все такое. Ночью вокруг ТРЦ Апрель снесли забор, и на самом деле это прекрасная новость, хоть я и там не поддерживаю такие действия, но к сожалению, когда власти города не работают и никак не противодействуют какому-то незаконному захвату городской земли, нашей с вами земли, АТРЦ Апрель, он просто захватил забором и строит на развязке, он строит, просто ставит колонны на проезжей части, чтобы там все земельки отхватить побольше, а город на это просто закрывает глаза при там огромном штате всех там чиновников, никто с этим ничего не может делать, И вот тут как раз ситуация, что народ взял вот это все в свои руки и снес забор, и я надеюсь, что хоть сейчас уже там какие-то правоохранительные органы подключатся, И подключатся они, чтобы щемануть тех, кто снес этот забор, который захватили просто общественную землю, а подключатся, чтобы щемануть этого владельца ТРЦ Апрель, потому что, ну, это уже просто вопиющая наглость, неуважение к городу делать такое В финском городе Тампаре запустили трамвай, в общем, в этом городе решили, что у них транспорт перегружен, а перегружен транспорт у них считается, когда там уже нету сидячих мест, То есть, если у нас транспорт считается перегружен, если там больше 8 человек на квадратный метр, то есть просто как шпроты в банке, Но там, если уже там все сидят, и один человек заходит, и ему приходится ехать вот так стоя, то уже такие, а транспорт перегружен, не справляется, надо развивать И, собственно, там решили развивать трамвай, что абсолютно правильно, денег у города не было, поэтому им там помогли, помогла страна, собственно, для развития транспортной системы, Но при условии, что они потом будут развивать город вдоль этих трамвайных линий, что, разумеется, правильно, потому что для такого транспорта необходима плотность И если ты просто пускаешь какую-то там трамвайную ветку в поле, то она, понятно, что нерентабельна, точно так же и с метро, кстати Поэтому, собственно, необходимо пускать эти все линии там, где большая плотность Поэтому, собственно, и не работает вот эта система с развитием там одноэтажных всяких пригородов, потому что туда просто нерентабельно пускать транспорт А тут ребята все правильно сделали, решили сделать транспорт более комфортным, чтобы там стоя вообще люди не ездили Это, собственно, тот пример, который надо брать украинским городам Нам необходимо уже давно уйти от этой нормы 8 человек на квадратный метр, хотя бы перейти на 4 человека на квадратный метр, чтобы там люди хоть немножко посвободнее могли перемещаться Потому что у нас в метро просто какая-то хрень невыносимая Реально, как только там в метро становится чуть посвободнее, то вместо того, чтобы дальше пускать с таким же интервалом поезда, чтобы люди могли посвободнее, там покомфортнее ездить Они такие, ой, так, что-то тут люди так реденько стоят, тогда увеличим интервалы между выпусками, чтобы опять забивались как шпроты в банке Вот это меня очень бесит и очень надеюсь, что все-таки у нас когда-нибудь придут к тому, что транспорт может быть комфортный И он может быть комфортный еще и за счет того, что ты там просто как-то посвободнее находишься На этом все, вот такие вот новости Кстати, у меня есть телеграм-канал, который не сильно активен, там есть даже группа, также я завел патреончик В общем, и плюс у меня куча всяких соцсетей, фейсбук, инстаграм, подписывайтесь на них все В фейсбуке я пощу довольно регулярно, в инстаграме нет, но зато там позитив Ну и там телеграм, это можно для общения, а патреон для финансирования Пока! Пока!